здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана наш молодой виноградник здесь ему всего лишь второй год растет очень активно очень активно развивается и конечно же требует установки шпалер именно про шпалеры мы с вами сегодня поговорим расскажу все что мы делаем как мы делаем с размерами с деталями шпалеры у нас преимущественно 2 плоскостные несмотря на то что бы тут определенное мнение что в белоруссии на 2 плоскостных шпалерах выращивать виноград плохо он будет плохо созревать плохо вызревать лоза и так далее тем не менее наш конкретно опыт более 10 лет показывает что можно эффективно выращивать виноград в наших условиях на 2 плоскостных шпалерах тем более что на данном участке у нас очень солнечно и очень тепло поэтому мы себе вполне можем позволить эти самые две плоскости но как-нибудь отдельно преимущества одних и других шпалерах мы с вами тоже обсудим пока единственное место на этом участке с одной плоскостью это вот шпалера перед домом дом у нас здесь используется в качестве три стенка ну конечно здесь делать две плоскости абсолютно неразумно поэтому здесь одна все остальное это две и так материал металл конечно долго думали что лучше сделать как лучше сделать тем не менее пришли к тому что все все таки это будет металл в данном случае мы используем уголок 50 на 50 для крайних стоек 40 на 40 для промежуточных также можно использовать профильную трубу но уголок либо швейнер имеет определенные преимущества перед профильной трубой поскольку лучше проветривается соответственно меньше подвергается коррозии длина самой стойки 3 метра надземная часть 210 как рассчитывалось человек с поднятой рукой вверх дотягивается до верхней перекладины без каких-либо дополнительных приспособлений на стойках приваренной перемычки здесь тоже уголок примерно 30 на 30 ну кое-что есть другое из каких-то старых остатков тоже все это можно использовать перемычки на стойке были приварены заранее установка поскольку объемом большие и вручную копать было бы достаточно сложно мы приобретем ручный убор который мы адаптировали под электрический миксер конечно это устройство очень сильно облегчает жизнь гораздо быстрее чем копать лопатой ну что важно соблюдать технику безопасности работать на малых оборотах потому что если попадаются камушки то можно там и руки повыворачивать напоминаю общая длина стойки 3 метра из них 90 под землей 210 над землей дальше все это устанавливается по уровню цементируется расположение первой перемычки от поверхности земли на уровне 50 сантиметров если у вас есть желание можно сделать чуть выше 60-70 это уже больше вопрос удобства расстояние от первой перемычки до 2 порядка 20 сантиметров опять же вопрос удобства подвязывания молодых побегов дальше шаг идет больше нашем случае 45 сантиметров следующее расстояние порядка 50 сантиметров но здесь вообще все просто можно не шибко загоняться этими размерами между 1 2 делом 20 с остальное делим на равное расстояние этим ограничиваемся так будет проще всего длина первой перемычки где-то 35 дальше 37 вторая третья 41 четвертая 45 и верхняя порядка 50 при желании возможности перемычки эти можно делать чуть шире начиная даже 40 45 сантиметров и выводить наверх порядка 60 тоже будет хорошо но понимаете у нас большие объемы и соответственно каждый сантиметр потом выливается в метр материала поэтому идем по пути некоторые экономии скажем так перемычках по краям просверлены отверстия под проволоку под крайне стойким будут еще укосины вот под них уже готовы и ямы тоже будут будет все это цементироваться угол ну такой такой какой был удобно сделать то ли здесь мы уже ничего не измеряем мы не инженеры не конструктора ну как удобно как получается так в общем-то и будем делать длина вот этого раскоса также около трех метров тот же уголок 40 на 40 и по размерам расстояния от стойки до места где выходит землю примерно метр но вот это место примерно полтора от земли дальше все тоже в земле бетонируем и здесь место стыка сварка расстояние между стойками порядка пяти метров и расстояние от первой стойки до крайнего куста приблизительно сантиметров 60 в общем то все шпалеры наши готовы осталось только натянуть проволоку и здесь мы будем использовать вот такую проволоку тут толщина наверное миллиметров пять она в изоляции дело в том что эта проволока нам досталось родственники мы ее купили в пункте приема металлолома было много там такой проволоки и как раз для наших целей она хорошо подходит так стандартно мы используем обычную вязальную проволоку на первый ярус толщина тройка 3 миллиметра дальше можно немножко тоньше до ушки конечно если например есть такая возможность можно на первый ярус даже использовать тонкую арматуру можно использовать какую-то потолще проволоку что именно на первый ярус идет основная нагрузка дальше уже нагрузка немножко меньше то есть тут все зависит от ваших возможностей вот наши шпалеры и готовы осталось только натянуть проволоку и уже подвязать кустики непосредственно к этой проволоке повторюсь что мы для себя сочли вот такое исполнение шпалер как самый удобный вариант самый рациональный но по многим параметрам тем не менее вы можете использовать как наше готовое решение так и что-то другое любые материалы которые вам доступны конструкции которые вам удобны в выполнении удобны в исполнении но на этом я с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты до новых встреч